МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леса 55 лет такой, ну, не прям, конечно, круглый юбилей, но тем не менее юбилей. А самое главное, организация просто выполняет важную работу по сохранению нашего историко-культурного наследия, которое, к сожалению, далеко не все ценят. Не так давно был у нас очередной пример. Правда, здание, конечно, памятником не является, не могу не сказать. На Семеновской улице вроде я радовался, обнесли лесами, делали здание рядом с Росреестром на углу. Ну, леса сняли, смотрим, а пилят там были, а вот они куда-то и делись. Да, к сожалению, вот уже люди в соцсетях это опубликовали. Ну, ладно, об этом, может, мы затронем. А пока хочу представить гостей. Гостей вы знаете, они у нас постоянно в эфире. Это Вадим Рыбачук, председатель Совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И Александра Смирнова, член Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Спасибо большое, что нашли время. А я очень надеюсь, дорогие телезрители, что вы найдете время, чтобы подойти к вашему телефону, или даже не подойти, может, он рядом с вами, и позвонить, задать вопрос. А может быть, высказать ваше мнение. Может быть, вы, к примеру, не согласны со мной и скажете, что не работает организация, снесли и давить там ту или иную церковь. Или не церковь, а палаццо, какого-нибудь XVIII века, которых права в Тверской области практически и нет. Поэтому звоните 300-190. Уважаемые гости, вот мне интересно, вот готовить к эфиру, я читал, что организация появилась в 66-м году. А вот правда, а почему именно в 66-м году? Что в этом году, мне вот так интересно, назрело, там действительно рухнула какая-то важная церковь, и задумались. У нас, кстати, тоже интересно, а почему всероссийская? Ну, почему РСФСР? А на Украине не было, что ли? Нет, в 66-м году была всесоюзная организация. Вот, опять интернет меня обманул, видите, вот хорошо с живыми людьми пообщаться, а не с интернетом. Это же проект, который для единого государства был создан, поэтому всесоюзный. То есть везде, Таджикистан, Украина, по всему, соответственно, появились и деления. Ну, как раз всесоюзные. А почему действительно в 66-м году задумались о том, что нужно сохранить памятники? То есть ничего не произошло в этом году, на самом деле, ну, кроме ташкентского землетрясения? Я не знаю, я знаю, что в этот момент вообще большое количество, я думаю, это связано с какими-то нюансами законодательства, потому что в этот момент организуются другие крупные всесоюзные организации, ну, типа общество Книголюбов, которое там через 10 лет, ну, большой массив общественных организаций возникает в этот период. Скорее всего, это были своеобразные духовные скрепы, которые должны были сцементировать общество или придать ему какой-то новый импульс развития. 60-е годы же это годы некой оттепели, подъема, поэтому идея была направить деятельность людей или общественных организаций в нужное русло, и как нельзя лучше охрана культурного наследия, архитектурных, исторических памятников, она подпадала под эту идеологическую идею. — Наверное, еще на этом, мне кажется, потому что появились условия, когда общество смогло заняться уже охраной памятник. Потому что, если вы ведь вдуматься, революция после революционных годов, там не до этого было абсолютно плюсы, и тем более, наоборот, сносом активно занимались. — Деятельность происходила. — Потом война. — После войны в 43-м году главный архитектор Тверской области Гусаров с Макаром, главным архитектором города Твери, у нас уже еще война не закончилась, они ездили по области и описывали памятник сохранившийся. Нет, наоборот, тенденция задумываться о памятниках, плотно она возникла после Великой Отечественной войны, в результате всех этих разрушений, а так активную деятельность там тот же Павел Флоренский, который сохранил Троицу, Сергию и Лавру. То есть, деятельность по сохранению этих объектов, интеллигенции предпринималась до этого. — У нас сейчас активная деятельность, извините, Александр, перебью вас, начинает развивать наш телезрители и радиослушатели. Здравствуйте, слушаем вас. — Здравствуйте, меня Максим зовут. Хотел задать такой вопрос. Был на прошлой неделе под Торжком, случилось побывать на такой усадьбе грузины. Было, конечно, в шоке, как так получилось, что такое грандиозное строение, такую негодность пришло. Пообщавшись с местными жителями, понял, что это стало происходить не так давно, такое разрушение, буквально там последние десятилетия. — Спасибо огромное, Максим, за звонок. Очень приятно, что, судя по голосу, скажем, это представитель молодого, может, среднего поколения, очень приятно, что принято считать, что молодежи ничего не нужно. Правда, я тоже не так давно в интернете, правда, разглядывал фотографии. Действительно, значимое здание, очень солидно выглядевшее, да и сейчас более-менее выглядишь, ну, ужасно, как будто немцы только вчера ушли. А что случилось, правда, с грузинами? Мне тоже интересно, почему так вот вдруг... А ну, действительно, правильно человек сказал, что относительно не так давно, ну, в нормальном состоянии было, а тут просто как будто его, ну, не знаю, до разрушения целенаправленно доводят. Как это бывает у нас? Не в курсе, почему так произошло с грузинами? — Ну, не знаю, что... Целенаправленно, конечно, никто там до разрушения памятники истории культуры не доводит. В принципе, у каждого строения архитектурного, независимо от того, памятник или не памятник, есть свой срок эксплуатации. И задача, конечно, собственника этих строений, содержания в нормальном виде этого здания, ремонт, поддержания. Ведь практически под все памятники с собственниками заключаются охранные договоры, в которых есть определенные охранные обязательства, которые собственник должен выполнять. Но, к сожалению, часто эти обязательства не выполняются. И, соответственно, происходит вот такая же ситуация, о которой нам коллега по телефону говорил. У нас же в Тверской области огромное количество памятников. Можно даже не называть конкретную цифру, но их десятки тысяч. Или тысячи, хорошо, если хотите. — Памятников именно. — Не пугать на... — Ну, потому что, знаете, не всякий старинный дом признан памятником. — 13 тысяч. — Да, если те, которые зарегистрированы в реестре, там, ну, это огромное количество. И, к сожалению, нерадивых собственников тоже достаточно много, которые не исполняют свои обязательства по сохранению культурного наследия. — А договор между кем и кем заключается? С одной стороны, собственно, собственник, а с другой кто? — Главное управление по охране памятников истории и культуры. Есть такая структура, которая в составе правительства Тверской области функционирует, и которая призвана как раз надзирать за сохранением культурного наследия. Мы-то действуем как общественная организация. — Я понимаю, да, но это главное управление действует. — А в договоре прописаны какие-то санкции, если человек? — Ну, конечно, есть и санкции определенные. Но в связи там с экономическими изменениями последнее время, с времени санкции не такие глобальные. — А какие у нас такие экономические изменения произошли? — Ну, ведь договоры заключались не вчера. Некоторые договоры есть, которые заключались 10, 20 лет назад, 30 лет назад. — И? — И размер санкций минимальный. — А почему это управление инициирует ужесточение санкций? — У них там тоже есть какие-то ограничения. У них по проверкам ограничения есть. То есть, там фиксировано количество проверок, и внеплановые проверки они могут проводить только по разрешениям. У них тоже достаточно сильно связаны руки. Как ни странно. — А что они связаны-то? — Регламентами. — Законодательствами, регламентами, огромным количеством. Хотя в то же время надо отдать должное, что все наши обращения, которые мы туда направляем, которые, собственно, приходят от неравнодушных граждан, в том числе, они рассматриваются, и по ним делаются определенные выводы. — Ну вот, грузины конкретно, почему они ничего не предпринимают? — Грузины мы включили в список, который мы предоставили президенту, если я не ошибаюсь. Президентский список был включен в АПИК весной этого года, который требует первоочередных. Вообще, это имущество Тверской области, если я не ошибаюсь. Там большая проблема. Там не с кем это заключать, потому что там какая-то проблема с собственниками. Там часть с землей проблемы, и с собственниками тоже очень большая такая. — У нас где памятник, там проблема, к сожалению. — Да, и это все в сумме дает вот этот бардак, который заканчивается просто разрушениями. — А собственники, у них нет денег, да, типа? — Или нет желания. — А почему? Ну, хорошо, продай. — Памятник истории культуры люди покупают, если покупают, достаточно осознанно, для того, чтобы вкладывать туда достаточно большие деньги. Например, позитивный вариант, который произошел в Тверской области, это усадьба Волосова-Степановская. Да, когда господин Васильев там вложил собственные деньги, достаточно большие, и по тем временам, и по нынешним, и отреставрировал усадьбу Куракинах. Соответственно, не у всех собственников есть такая возможность, желание и так далее, и так далее. Поэтому, собственно, мы стремимся к тому, чтобы основную ношу по сохранению культурного наследия несло все-таки государство. — Вы думаете, в государстве есть деньги на это? — Вообще, оно по 14 статье 73-го федерального закона должно возвращать затраты, возложенные в 2019 году, закончился монаторий на заморозку, это 14 статьи, и должны теоретически, у нас теоретически вообще все хорошо в стране, у нас практически все так, как есть. — Я вас перебью, Александр, у нас практически должна выйти в эфир реклама, не переключайтесь, мы говорим сегодня об ОПИК, организации, которая занимается общественной организацией охраны памятников истории и культуры. — Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы сегодня говорим о деятельности ОПИК, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В этом году этой организации, общественной организации, исполняется 55 лет. Вот как раз мы до рекламы заговорили, поступил к нам вопрос, известная усадьба Грузины пришла в полное разорение. И все-таки есть, действительно, пример хорошей усадьбы Куракинах. Скажите, а в чем проблема, чтобы не поступить таким же методом и дальше, таким же образом? Или что, просто говоря, узок, круг этих меценатов страшно далеки они от народа, на всех не хватит? — Я могу сказать, да? — Нужно. — Ну, в принципе, у нас недостаточные меры не по финансированию, они просто... Меры воздействия на собственников недостаточные, а если собственником является государство, то на него орган контролирующий смотрит сквозь пальцы, ибо это его собственный хозяин и учредитель. И поэтому все, что связано с Росимуществом или с собственностью региона, оно... Ну, собственность региона еще куда-то худо-бедно что-то происходит, Росимущество — один из самых ужасных собственников, у которых просто все рушится. Потому что их никто не штрафует. И вот с ними охранные обязательства никто особо не заключает. Они все ждут, они как бы считаются некими передаточными пунктами, которые передают потом кому-то в аренду, и вот уже с этим арендатором заключается охранное обязательство. Их никто не штрафует за то, что у них на балансе висит эти объекты культуры наследия. У них нет никаких... у Росимуществ нет никакого отдельного отдела, который работает с объектами культуры наследия. Это для них обычная недвижимость. И она никаким минусом у них в бюджете не стоит, и им все равно. Ну, стоит и стоит. Ну, рушится. Ну, там меняется руководство, оно рушится. Оно продолжает рушиться. Народ что-то воет. Ну, их это мало касается. Поэтому нет, их, видимо, недостаточно, эти ребята. И у них это минусом... у них нет никаких многомиллионных штрафов каждый год. Там, о, у нас за объекты культуры наследия там 400 миллионов штрафов, сейчас давайте их скорее скидывать. Нет, такого не будет. Их никто не штрафует, и все это тихонечко рушится. Коррозирует. Вон у нас, смотрите, магазин Полина на Радищево. Вот тогда выставили арендаторов чудеснейшим образом, высокохудожественным. И, на самом деле, там внутри уже все разрушается, там были вложены огромные средства. А зачем выставили? Я не знаю. Это надо, видимо, спрашивать у местного территориального отделения руссимущества по Тульской области, зачем они... Ну, там вроде какой-то арендатор должен появиться, но это какие-то слухи. То есть, кто-то пытается его взять, говорит, там уже есть арендатор. В это время изнутри там продолжается коррозия. А там высококвалифицированные архитекторы, реставраторы все делали великолепно. А сейчас там сырость. Вот один из примеров. Поэтому, не знаю, вопик, ой, воск. Тоже реально. С воском, кстати, позитивные изменения произошли. А расскажите, очень приятно буду слышать. Потому что я почти каждый день там хожу, я смотрю на это, но это опять-таки... Мущество нашло арендатора, заключил с ним договор. Договор на 15-летний срок, соответственно, как только договор будет зарегистрирован, арендаторы планируют начинать приведение фасадов соответствующих. Только фасадов? Мне кажется, там все надо делать. Роман, тут процесс, он достаточно длительный. Вы же представляете, сколько стоит отремонтировать памятник истории культуры. Например, вот Таваевская богодельня, которую мы тоже отмечаем как памятник, очень интересный для Твери, она также сейчас находится в стадии реконструкции, реставрации. И там как раз коллеги занимаются фасадом. Это реально огромный объем работы. Они изнутри там очень много. Они даже впервые изнутри начали делать, я еще в том году помню, репортажи. Как раз они начали с фундамента, с внутренних работ. Там Ольга Анатольевна Петрачинина делала проект реставрации, но они делают все. Внутри они делали там сохранение, консервацию и приведение в соответствие планировки с историческими. То есть там до отделки еще очень далеко. Нет, конечно, конечно. Сейчас идут работы по фасаду. Фасад это одно из самых дорогостоящих вообще мероприятий в нашем климате. И если мы говорим о памятниках, тем более. Но процесс идет, коллеги работают. На мой взгляд, мы на следующий год вполне можем увидеть обновленный вариант фасада Аваевской богодельни. Но недалеко тот час, когда, собственно, этот объект заживет полной жизнью. Надеюсь, что точно так же произойдет и с усадьбой Воск. Известно, что там планируется разместить. Нет, у меня такой информации нет. Но для нас принципиально, что этот объект будет существовать не в руинированном, разрушающемся состоянии, как говорит Александр. А в том, что он может быть перепрофилирован в согласии Главного управления по охране памятников. И там может разместиться достаточно много вариантов, что там может разместиться. Ради бога. Главное, чтобы был сохранен исторический облик, выполнены охранные обязательства. И визуально мы, проходя мимо, видели не бойницы и окна, заколоченные досками, а видели цивилизованный вариант восстановления памятника истории культуры. Но вот есть же положительные примеры, да? Да, положительные примеры есть. Но по сравнению с тем, что у нас памятники, которые находятся в критическом и руинированном состоянии, этих положительных примеров пропорция очень мала. А почему? Я еще раз говорю, на все памятники столько инвесторов не найти? Да, конечно, не найти. Но это же огромная затрата, дорогое достаточно мероприятие. Проект дорогой. Инвесторы – это единицы, которые готовы осознанно идти на эти вещи. Это же не про экономику. Это про культуру, про благотворительность, сохранение культурного наследия, сохранение памяти исторической. И не все люди приходят к тому, чтобы вкладывать собственные средства в эти проекты. Ну, а говоря все-таки, ну, говорить не про экономику, но все равно, так или иначе, всякий раз у нас вопрос в деньги упирается. Почему инвестору это может быть неинтересно? Ведь никто не просит инвестора сделать там музей, который, соответственно, понятно, прибыли не будет практически приносить. Ну, билеты же не могут стоить по 10 тысяч рублей. Музей Козла приносит прибыль. Ну, не в памятнике. Да, вот он не в памятнике. Но прибыль приносит. Да, очень замечательно. Перевести памятник. Но, тем не менее, те же самые грузины, но отличное место сделать отель. Хорошо. У нас сейчас москвичи только и ловят с Турской область. Вот все, мы видим, появляется там там отель. Роман, для этого нужен человек, который возьмет на себя эту огромную работу и начнет это делать. Он не только должен решить финансовую сторону вопроса, но и решить административные проблемы, заключение договоров, определение там прав на землю, коммуникации и так далее, и так далее. Это огромный процесс. Ну, а тут и разверганы власти не должны, но государство... Они помогут. Но это не делается по умановению волшебной палочки. Проходят месяцы иногда, проходят годы для того, чтобы привести к соответствию. Грузинов давно и в том себе штука, что процесс разрушения идет давно. Вот всех наших памятников. Карповское училище рядом, Саварьевское, Богодельное, та же история. Что-то какое-то время, я помню, год 14 назад, что-то начали там делать. Там просто очень медленный процесс, оно у юстиции, территориальное управление, управление юстицией. Они идут, там есть удерженный проект. Нет, а им как вот деньги выделяет Российская Федерация Управления Юстиции, они вот им выделили там три копейки. А что там должно быть? Я не знаю, что они там будут делать. Там явно не будет карповского училища. Это собственник управления юстицией, да. Ну, юстиция надо спрашивать, что ли. На мой взгляд, конечно, это как-то оказалось управление юстицией. Оно законсервировано там. Там раньше была спортшкола, помню. Не знаю. Это было в прошлом веке. Да, потом, я помню, там вроде бы хотели переехать туда, то ли торгово-промышленная палата, даже было на мероприятии. Это был тоже год какой-то там, 2003 типа того. А потом все, попалась юстиция, надо будет что-то там. Там будет дворец юстиции, наверное, красивый. Калий, вопик. Да. Вот. Скажите, все-таки, а если говорить еще о позитивных памятниках, вот если опять ретроспективный взгляд в историю, вот у нас в Калинице область, потом в Тверской, что вы могли выделить, чтобы вот эти вот памятники удалось, скажем, спасти? У нас самый главный памятник, который сегодня находится в великолепном состоянии, не побоюсь этого слова, это императорский дворец. Что? Сегодня... Уже великолепный. Что, Роман? А вы пройдите вокруг него, уже цоколь. Нет, я хожу достаточно часто, в том числе и со студентами туда, и понимаю, что это хороший вариант сохранения памятника. Да, то, что это наш город, я согласен. Сегодня там... На мой взгляд, это главный историк и архитектурный памятник региона. Вот я считаю, может, меня люди верующие, так сказать, покритикуют, скажут, может, у нас там Нил Столобенская пуст, ничего, что-то. Ну, для меня вот императорский дворец – это наше все. Да, это отличный проект, в который вложены миллиарды рублей, но сегодня мы продолжаем, там продолжаются работы по реставрации. Да, остался еще один флигель там. Флигель, там оранжерея. Оранжерею же сделали, я был так давно замечательным, прям, знаете, порадовал опять-таки, что оранжерея... И то, что сегодня люди туда ходят, это здорово. Люди посещают картинную галерею. Достаточно большое количество вещей, которые в фондах находятся. Организовало выставки в башнях, то есть появилось новое выставочное пространство, образовательные программы. Вот именно это и дает возможность там воспитывать подрастающее поколение, школьники, студенты, молодежь, в духе сохранения исторических традиций и позитивного отношения к памятникам истории и культуры. А в советское время, вот если так, это сейчас новое уж, пример, новое время, а в советское время, вот когда вот общество появилось, ну, какие-то можно выделить, ну, какие-то можно выделить знаковые объекты, которые вот благодаря ВАПИ, куда, допустим, там закипели работы, что-то... В Тверской области? Ну, конечно, Тверской, может, Тверской телевидение? Не знаю, это надо поднимать архивные документы и звать сюда вообще ветеранов ВАПИ, кто выжил, я не знаю. Ты говоришь, какой-то блокад был? Нет, нет, просто это же уже целый слой поколений. Это те, еще тот ВАПИ, который был еще на... Там сейчас Тверская и Городская дума, они базировались. Они там были еще, общество охраны памятников. Все эти памятники, которые на сегодняшний день сохранены, начиная от Белой Троицы и заканчивая тем же самым императорским дворцом и частично усадьбами тверскими, они в том числе и сохранены благодаря... Пушкинское кольцо там, это... Участие в ВАПИ. Грузины как раз, опять-таки, возвращение к ним, это же... Я лично об этой усадьбе впервые узнал, как раз у меня такая книжечка была, собственно, лежит где-то, Пушкинское кольцо, Верхневоложье, Советское еще. И вот как раз я по Грузинам смотрю, какое здание достойно провинции где-то. Сейчас оно, да, очень сильно... На следующий год, кстати, у нас же юбилейная дата Александра Сергеевича. И, надеюсь, там, президент выпустил указ о формировании комиссии, которая должна отметить это глобальное мероприятие глобальными какими-то вещами. Может быть, что-то в Тверской области войдет в том числе... У нас как раз наш Минтуризм хотят обновить вот этот бренд Пушкинское кольцо. У меня вот был эфир, вот, но, опять-таки, может, в этой связи... Извиняюсь, возвращаясь к Грузии, может, что-то перепадет? Или что, вычем этот объект? Потому что, раз оно было в списке, соответственно, как? Мы хотим привлекать туристов. Ну, опять, губернатор стоит сдачей развивать туристическую сферу нашего региона. И, соответственно, туристов должны водить. А к чему подведут в грузинах? Это что? Это что, развалины Рейхстага или Колизей? Да, ну, там есть, конечно, к чему подвести. Есть, но... Но мы-то говорим о том, что отношения не только со стороны власти должно измениться в лучшую сторону, но и со стороны граждан в том числе. А кого граждан? Опять-таки, мы уже говорили, собственника или вы имеете рядовых граждан? И всех граждан в том числе. А что могут сделать рядовые граждане? Рядовые граждане могут принять участие в работах по сохранению памятников культурного наследия. У нас достаточно много программ сегодня, ВАПИК делает, по которым люди могут в качестве добровольцев, волонтеров принять участие в субботниках на территории памятников, в расчистке, в подготовке к консервационным работам и тому подобным вещам. В Московской области организуются специальные школы для тех, кто хочет научиться работать по реставрации памятников культуры. Например, это тот же самый фестиваль Тормсуэрфест. Это общественники? Да, это тоже общественники, которые направлены в том числе и на создание позитивного облика наших городов и поселений, и в том числе по работе с памятниками. Здесь непочатый край вопроса. А вот вы когда последний раз какой-нибудь такой субботник проводили? Или будет, может быть, пригласить горожан? Последний раз проводили субботник 12 июня в Хабоцком, это Красный холм. Вместе с сельской церковью. Коллеги из Москвы, так называемая сельская церковь, это тоже общественная организация, они увидели храм в Хабоцком с сохранившимися фресками. И предложили нам совместное мероприятие по расчистке, очистке этого памятника от кустов, уборки мусора. Ну, собственно, чтобы привести его в божеский вид. Соответственно, наши коллеги из Российского союза молодежи откликнулись, и мы отправили в Хабоцкое порядка 15 человек. Такое же количество приблизительно приехало из Москвы. Нас там активно встретили, что называется, коллеги из администрации Краснохолмского района, коллеги, которые там отвечают за социально-культурную политику, просто на высоте. Накормили ребят кашей, пирожками. И целый день коллеги активно трудились на этом памятнике. Вот это пример того, как, да, мало, но, тем не менее, если делать это каждую субботу в летний период, то почему нет? Ты привлечешь, во-первых, огромное внимание к ситуации и к проблеме. Во-вторых, ты создашь вокруг этого памятника некий ореол о необходимости сохранения и восстановления. Появятся люди, которые готовы будут вложить средства и поучаствовать в процессе. Ведь если ты можешь дать денег, отлично. Если не можешь дать денег, сделай что-нибудь. Как у вас в целом складываются взаимоотношения с другими вашими коллегами? Общественными ведь есть, как вы сказали, Томсуэрфест. Забавно, кстати, название. На самом деле я хотел спросить, почему Томсуэрфест. Есть оба Тверские своды. Опять-таки, это тоже общественное, как вы знаете, объединение. Они ведь тоже проводят субботники. Вот я помню, сколько они неоднократно выходили в наш парк Воксал. Еще одно место, которое не блещет красотой. В Воксале мы тоже были в прошлом году, да, у нас, Александр? Был субботник. В парк Воксале, я не помню. У нас не было в парке Воксале субботника. Мы хотели, но не сделали. Своды делали. Павел Сергеевич Иванов, он является членом ВОПИКа и членом Совета ВОПИКа. То есть, фактически, все люди, которые занимаются культурным наследием, они входят в ВОПИК и представляют другие организации. А почему тогда, вот смотрите, если есть ВОПИК, зачем тогда создавать еще какую-то общественную организацию, которая занимается тем же самым? Общественники, опять-таки, самое главное. Это хорошо или плохо? Роман, это хорошо. Если люди хотят создать общественную организацию и объединиться вокруг какой-то идеи или даже вокруг одного какого-то памятника, да ради Бога, пусть создают и формируют, как говорит Александр, местное сообщество и спасают тот или иной элемент культуры. Если им это удобно, отлично. Но если мы предлагаем какую-то идею, то вокруг этой идеи тоже можно объединиться, независимо от того, ты член ВОПИКа или член Тверских сводов, или член любой другой некоммерческой организации, или даже ты не входишь ни в какие некоммерческие организации. Да нет, в этом принципиальной разницы никакой. Поэтому, например, вот в новый устав, который принят на 12-м съезде ВОПИКа, состоявшемся в июне этого года в Москве, он предполагает наличие сторонников организации. По-русски это говоря, если ты не хочешь загружать себя лишними проблемами с оформлением членства и тому подобными вещами в организации, ты говоришь, отлично, я хочу быть сторонником ВОПИКа. Ребята, скажите мне, что делать, и я вам помогу. Я поеду с вами на субботник, я подпишу там какое-то воззвание, или составлю вам компанию, когда вы будете обсуждать какую-то важную тему, я подскажу, или пойду на экскурсию, и расскажу людям о том, какие проблемы есть в нашем поселении, или, соответственно, с этим или другим памятником. И вот эта идея сторонников ВОПИКа, она очень классная. Она работает, и она должна, по нашему мнению, по мнению председателя ВОПИКа господина Демидова, привлечь внимание не только к самой общественной организации, но и привлечь внимание к тем памятникам культуры, которые находятся на территории наших регионов, в том числе и в Твери, и в Тверской области. Скажите, опять возвращаясь к экономике, финансовому вопросу тоже, а насколько реально используются сейчас вот новомодные, хотя не совсем прям новомодный способ сбора денег, краудфандинг, так называемый, потому что ведь это, в принципе, не сложно, то есть людей, как обычно, пугает до сих пор, ну вот деньги, это же куда-то надо пойти, какой-то перевод оформлять, а сейчас 21 век, сейчас можно деньги перечислить, вот три кнопки нажатых в телефоне, вот, и просто, ну, одно дело, когда там кто-то, какой-то ноунейм, что называется, непонятный человек будет, допустим, собирать, а если такая организация, как ВОПИК, объявит там сбор средств, ну, неважно, реставрацию там, потому что он парк фоксал, неважно, церкви, дома и так далее, насколько это реально вообще организовать? Да, это вполне реально, причем коллеги там, краудфандинг мы прям так вот не используем, но коллеги готовы финансировать определенные проекты, если будет, конечно, идея, если ты говоришь, что дайте мне денег на что-нибудь, то никто там не готов, если ты говоришь, что вот у меня будет там 50 волонтеров, которых надо доставить в Красный Холм, накормить обедом, привезти обратно, они сделают это, 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 люди готовы там хорошо профинансировать, либо дать автобус, либо организовать горячее питание, либо сами поехать вместе с этими волонтерами. У нас отклик со стороны общества на позитивные какие-то идеи сегодня есть. Это вполне нормально, это говорит о том, что общество, нельзя на нем ставить крест абсолютный. Поэтому нужны люди, которые будут генерировать эти идеи и доводить их до какого-то логического конца. Вот как эти ребята из сельской церкви, они сказали, вот у нас есть такая классная идея, помогите, мы помогли и сделали хорошее дело. Ребятам позитив, что они посмотрели какое-то новое место, новый культурный объект, причем там рассказали об истории этого места, и, что называется, месту хорошо. Привлекли внимание не только коллег из Москвы, но и местных жителей из Красного Холма. Какой будет результат, надо посмотреть в перспективе, но сегодня, тем не менее, такие проекты, на мой взгляд, они реализуются достаточно успешно. Есть еще платформы краефандинговые, специальные, например, вот музей Васильевского МХ. На планете, да. Да, есть целые, есть еще очень интересные. Да, ребята, которые делали музей гвоздарей в Васильевском МХе, они же обратились, собственно, и я смотрел на планету, и даже сам там закинул каких-то денег, купил гвоздь. Но там именно на идее. Они гвозди продавали. Да, да. Есть еще очень интересные, потому что... Люди платят. Там же видно, кто набирается, какая сумма. Люди платят. И правда, вот люди хотят позитива. Все так устали, и все, когда есть какая-то ситуация, что ты можешь там сделать, и что-то сменится, да, люди реагируют очень позитивно. Ну вот я почему и говорю, потому что если государство, денег нет за вещи своими именами. Ну нету. Ничего. Нету. Государство. Деньги дают. Нет, ну как вот дает, когда мы только что примеры приводим, вот Карповское училище. Юстиция, это кто? Это государство. Роман, Роман, подождите. Мы приводим-то примеры чаще негативные для того, чтобы привлечь внимание и активизировать. Хотя в то же время у Главного управления по охране памятников, я говорю, два листа проектов, которые текущие, начиная там от того же самого императорского дворца, оранжереи, конюшен, и заканчивая там Бежицком или нашим там музеем Салтыкова-Щедрина. Фрегелем при Аваевском. При Аваевском. Аваево-Деревянном. Да, который сделали классно. Венецианское училище, которое вот наконец-то... Два здания Венециановского училища на Афанасии Никитина реставрируются. То есть процессы идут. Вопрос в том, что, во-первых, нельзя сразу на все памятники там выделить все, что можно, потому что есть еще пенсионеры, образования, дороги и так далее. Вообще у нас бюджет социально ориентированный. Если вы посмотрите бюджет, то он... Ну, он ориентирован. Я смотрю, но его, сами знаете, не хватает ни на что. Все равно ни на социальный, ни на армию, ни на прочее. Да ладно, живем мы хорошо. Да. Дальше. И наша-то идея в том, чтобы привлечь максимальное количество людей. Мы же, помните, вы говорили в одной из передач, что есть глобальная проблема граффити, да, на сегодняшний день. Это в семью. Ну, весь мир-то далеко, а наши дома рядом. Хайпер говорил, что он не рисует на объектах культурного наследия. Уже рисует. А я так его хвалила. Думаю, какой хороший мальчик. Он написал, я не рисую на объектах культурного наследия. Это проблема. Прошел год. А вы поругали? Подождите, Хайпер и еще один есть мальчик. Нет, но вы ему сказали это, вот хвалили, значит, а потом уже сказали, что уж ты... Кто нас с Ложеницына рисовал? Джокер. Джокер рисует на ОКН-ах, просто потому что его благословили. Это понятно. Хайпер не рисовал на ОКН-ах, потому что у него были проблемы с законом. Но тут он понял, что в Твери даже это можно. У нас даже Хайпер стал рисовать на память. Перевью, у нас можно телефон звонок приездить. Здравствуйте, слушаю вас. Распустите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а когда речный заказ-то будем все-таки восстанавливать? Что-то так все это в долгий ящик куда-то ушло. На 21-й год запланированы средства на проектное обследование и проектирование. Они есть в программе главного управления по охране памятников. Так что ждем результат. То есть до этого были выделены средства на инженерное обследование и археологию. Археологию они провели, не знаю как вообще, что там было. Но вот сейчас они дальше до обследования. Это очень важный момент. Помните, делали, например, мост в Крупском? Его недообследовали, и в результате его сделали как долго? Потому что инженерное обследование, там надо все вскрыть и посмотреть. И поэтому в речном вокзале, видите, как долго. Ждем результат таких предпроектных работ. Поэтому надо смотреть. Ну, конечно, речное в печальном состоянии. Вот вчера приплывали ребята, которые по маршруту Беринга. Там как раз московские школьники делали мероприятие. Я тоже был на нем. И прошел мимо речного. Ну, конечно, это печаль. Ну, если вспомнить, что у нас памятников культуры и архитектуры, там, руинированных в Тверской области, достаточно много. Скажите, а что, кстати, известно по зданию детской областной больницы на Степана Разина? Я просто тоже недавно мимо проходил. Оно в ужасном стало состоянии. Опять-таки, как вот к вопросу о грузинах, оно еще года два за такого не было. То есть, такое впечатление, что решает стремительно как-то. Как только люди уходят из здания, они разрушаются. Любое здание, в котором они живут. Но, тем не менее, почему? Что там вообще неизвестно вообще? Что с ним собираются делать или что? У нас такой информации нет. Там проведена консервационная консервация, была проведена после пожара. Но, конечно, его надо, собственно, передавать под использование. А что они передают и почему? Я, конечно, может, связывал с тем, что, может быть, когда ждут, достроят новую Одесскую областную, это переедет и после этого передадут или что? Ну, там же ничего нет сейчас. Ну, здание стремительно решает. Просто, на мой взгляд, это одно из немногих зданий в Твери, которые, знаете, в таком петербургском стиле... По ничем не подтвержденным слухам, потому что мы же можем говорить ничем не подтвержденным слухам, консервация была проведена не на должном уровне, и это все дает результаты. А потом консервация тоже на какое-то время делается. Ее нельзя сделать на 10 лет, поэтому... Поэтому его надо делать. Слушайте, ну, у нас... Просто здание нигде там в глубине... Ну, у нас лично это недоконсервировано по вашему счету. Ну, вот да. То есть, я помню разные слухи, там, отель, там, еще что-то будет, я не знаю. Ну, вообще, больница детская хорошая вещь. Ну, коль больница переезжает, у нас... Нет, если мы, подожди, в... Пока еще не приехала. Нет, построить больницу в больничном городке, в медицинском таком кластере, как это... Ну, там фундамент вообще делают. Вот губернатор как раз, когда вчера или позавчера Сечина встречался и... С Чемизом. О, с Чемизом, да-да-да, вот, извиняюсь, да, с Чемизом. И вроде бы там они договорились, что ускорит эту работу. Если построить современную больницу, это будет хорошо. Ну, потому что она функциональна, да. Но в то же время, Роман совершенно прав, необходимо предпринимать какие-то действия по определению, что же будет в этом здании. Ну, это одно из видов, как сейчас модно говорить, зданий на видном месте. Нигде-то там, может, там, в глубине затверечь, там, лизать матч, ну, допустим. То есть, просто здание действительно очень красивое, ну, все-таки. И поэтому, что с ним ничего не происходит, то есть, точнее, происходит это разрушение, я не знаю, и неужели всем все равно. Тут в начале года была информация, вернее, был запрос к нам, как раз из центрального ВАПИКа, о том, что мы должны были определить порядка, там, 10-20 самых значимых памятников Твери и Тверской области, которые требуют непосредственного участия, либо консервации, либо срочная реставрация для их непосредственного сохранения. Мы такие памятники определили, отправили в Москву, соответственно, сформировался по всем регионам некий список из нескольких сотен памятников, который был направлен президенту Владимиру Владимировичу на предмет принятия срочных мер по сохранению памятников культуры и истории. Надеемся, что до конца года мы увидим результат, в какой форме он будет, для того, чтобы понимать, по каким зданиям какие перспективы у нас есть. Но, по крайней мере, все то, о чем мы говорим, те знаковые объекты, которые сегодня на территории нашего региона находятся, в этот список попали, кроме тех, конечно, которые уже сейчас в плане реставрации стоят и реставрируются, и были отправлены в Федеральный совет. Не знаю, конечно. Скажите, а как складываются ваши взаимоотношения с собственниками? Я имею в виду не какие-то крупные собственники, как там пресловутая юстиция и так далее, а вот собственники меня интересуют частных домов, вот эти деревянные особняки, которые в Твери и по всей области есть. В том плане, что, ну, вот видишь, когда тоже, вот возьмет этот человек и сайдингом пошьет. Причем, знаете, я к чему говорю, что я все-таки смею надеяться, что это от невежества в том числе происходит. Можно, конечно, предположить, что это злой умысел и так далее, но просто, может быть, человек искренне думает, что так оно круто. То есть можно ли среди них, я к чему, проводить какую-то разъяснительную работу, консультировать, что когда человек, например, захочет, ему отвести руку, нет, друг, вот здесь сайдинг не нужен. Какие у него варианты этого человека в нашем регионе? Вот у него какие варианты? Александр, вы призываете с тех сайдингом памятничной культуры. Я предлагаю вообще восстанавливать реставрационную отрасль в нашем регионе, чтобы у людей... Ну, какие варианты? Александр, роман не об этом. Роман о том, что человек, зная, что у него памятник... Старинный дом. Да, в эксплуатации находятся. А может, вовремя и не знать, а к чему разъяснится? Нет, знаю, что... Слушайте, 99% они в курсе о том, что они живут в памятнике. У нас в Кимрах снесли два памятника, просто разрушили, я помню, Янке. Вот у нас на днях же... Региональных, нормальных, перестроили и все. Снесли дом-то деревянный, старинный, на стыке Софьи Перовской и проспекта Калинина. Если пролетарку ехать с правой стороны, там уже от него осталась буквально часть цокольного этажа. Читали? Ну, он там не факт, что это памятник. Он просто ходил в охранную зону, в деревянной застройке. Но, тем не менее, я как раз про вот такие дома и говорю. Потому что позадьмачу гуляешь и смотришь, ну, варварство. Берут там то сайдингом, то еще что-нибудь сделать. Кстати говоря, на Старо-Воробьевске тут один человек тоже пробками взял и пластиковыми облицевал. Ну, это кто на что гораздо. Ну, это же жесть. Да, зато это самый цитируемый дом с пластиковыми пробками. Его цитируют по всей России. Ну, это же... Ну, это как бы русское народное искусство. Ну, я на Красную площадь выйду, без штанов меня тоже будут цитировать, показано всю Россию. Ну, конечно, тех людей, которые выходят... Конечно, конечно. Если вы еще молоток возьмете, гвозди, то вы родите им вечность. Да, как один там придурок. Вот, но тем не менее, я к чему, вот как вот с ним взаимоотношения? Значит, если люди хотят получить информацию, они могут обратиться и в ОПИК по поводу своего дома, например, который является памятником, и где они там живут. То есть, что-то не отвалилось, что можно сделать, чтобы это... Они могут обратиться в ОПИК, они могут обратиться в Главное управление по охране памятников, они могут посмотреть свой охранный договор. Если он утрачен, то могут копию получить в Главном управлении по охране памятников. А как это, если опять-таки их можно проявлять? Ну, у них нужно. А почему они привлекают? Привлекают. Роман, давайте вместе прогуляемся позади матча. Я вам покажу Дамаск, что вот этот сайдинг, бог верь, сколько лет назад, и ничего. Главное правило, выезжают, делают приписания, потому что в таких ситуациях... Граждан привлекают достаточно много ответственности. А результат-то где? Хоть бы кто отбирает сайдинг обратно. Подожди, нет, есть такие ситуации, когда и заставляют снять и восстановить элементы. Ну, скажите, я с удовольствием сделаю репортаж про это с огромным удовольствием. Вам надо обратиться в Главное управление и спросить, чтобы они дали вам положительные примеры. Давайте договоримся с Главным управлением. Давайте, с удовольствием. За прошлый год, последняя цифра, порядка 600 тысяч трафных санкций было выставлено за нарушение... Вот наш телеканал с большим удовольствием сделал репортаж о победе на таком месте. Так вам надо сделать, вы же журналисты, вы делаете запросы... Я не вижу просто примеров. Вы знаете, еще лет, наверное, уже 7 назад, может 6, я делал спецкор, вот как раз про проблему сайдинга в том числе. Здание, которое занимало, или занимало, может, до сих пор ОГДН, это управление... ОГДН. Да, ну, неважно, как ударение, да, бывшее Володарское, теперь Дементьево. Двухэтажное здание, как выясняется, это, между прочим, даже не деревянное, оно каменное, это ампир, обшито сайдингом. Тогдашний руководитель Архипова мне, когда я задал вопрос вот с микрофоном, да-да, надо устранить, вот сколько лет я там продолжаю ходить, ВОЗ и ныне там, это замечательное каменное, казалось бы, здание классицизм, оно до сих пор обшито этим дешевым сайдингом, и хоть бы кто-что. Центр города совсем, губернат, все рядом, но заметьте, такой пример, это не глубокая затмача, где я там своим журналистским взглядом убил, это вот. Это вот наша улица, где Дементьев наше все теперь очередное и так далее. Парадная улица, да. Да, да, и заметьте, вот сколько лет, вот может сейчас кто-то меня услышит, но до сих пор. Понимаете, была же идея в прошлом году передать это здание музею Дементьева. Пусть передадут, ну товарищ, ну всего лишь, я понимаю, там штукатурку поспал, да нормально там была штукатурка, просто взяли, я не знаю зачем, типа это круто. В том числе, это зависит от руководителя той организации, если мы сейчас говорим, которая находится в этом здании. И что? И что? Для того, чтобы он понимал о том, что в каком здании он находится. Я пришел, сказал, человек сказал, да, я понимаю. Ну, архипела уже нет сейчас. Да, да, вот, и тем не менее, ну это, вы понимаете, это к вопросу, я понимаю, там частный дремучий Вася, который живет в купеческом особняке, а я хочу садить в Лада, допустим. Разница, подождите, Роман, разницы никакой нет для ВАПИКа, для Твери, для России, разницы никакой нет, кто обил сайдингом памятник, государственный орган, либо гражданин. Памятник испорчен. Испорчен. И может кто-то меня услышит, может все-таки вернут первоначальный век. Вообще, если ущерб больше полтора миллиона, то это уголовное дело по 243 стратегии. Ну, я вас еще раз приглашаю, поговорим непременно о позитиве. Мы говорили сегодня о физице. Пригласите главное управление уже. Пригласим обязательно. Мы сегодня говорили о ВАПИК, дорогие телезрители, о том, как общественники пытаются бороться за сохранение памятника в истории культуры нашего региона. Как вы видите, борьба идет непросто, потому что, к сожалению, не всегда находят понимание, в первую очередь, у собственников, владельцев, усилия этих уважаемых людей. Не всегда. Но будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему. Спасибо большое. Была программа «Тема дня». До новых встреч.